С недавних пор Ярослава Рызцова перед сном проверяет, есть ли на веранде виллы, а у входной двери топор. Если наша родная милиция приходит и борется с детьми и с женщинами, то я уже не буду смотреть ни на что, буду защищать себя вот как могу. Еще в декабре 11-летний сын Ярославы, Святослав, играл в снежке с друзьями около соседского двора. Детские шалости, утверждает женщина, не понравились хозяину дома Ивану Морозу. И вечером он в сопровождении двух мужчин нагрянул к женщине домой. А я закрылась за этой дверь, но не успела. Он фонарик вот так вставил, вот такой милицейский черный такой большой фонарик. И я ходила крючком, тут у меня пальцы даже он отбитый, до сих пор на ухте слазят. И нога застряла здесь, что я вот это хромаю до сих пор. И они вот это три мужика, и говорят, что мы с бабой какой-то не можем справиться. Как оказалось, мужчины искали ее маленького сына, рассказывает Ярослава. Хотели наказать за шалости у соседского двора. Взял, трусил, потом вот так бил. Хотел вот так ударить, но потом вот этот черный, в черном дядя сказал, Иван Иванович, хватит, так за кулак взял. Бил он меня. Больше десяти раз, это точно. Это Святослав говорит о том, как с ним расправлялся Иван Мороз. В это время его товарищ, капитан милиции Сергей Староженко, утверждает Ярослава, требовал у нее деньги. Иначе угрожал забрать ребенка. Я сначала запрятался за дверь, я видел, как у мамы он выхватил деньги срок. И слышал, я тебе подкинул наркотики, хату спалю, если что-то тякнешь, так сказал. И потом он только выходить начал, быстро выбежал сюда. Ну и потом увидел, ушли, и он и деньги еще считал, когда уходил. Сегодня Святослав не в снежки играет, а считает таблетки. После случившегося врачи поставили мальчику диагноз – сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Но Иван Мороз все обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, шалить возле его двора у мальчишек уже вошло в привычку. И дело не в снежках. Мальчика и его мать, утверждает Иван Мороз, он и пальцем не тронув. Жалобы на соседа и милиционера Ярослава обратилась к правоохранителям. В прокуратуре возбуждать уголовное дело отказались. В милиции проводят служебную проверку. Женщина уверяет, если нужно будет, доказывает свою правоту, поедет и к генеральному прокурору, и к министру МВД. Инна Жмут, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».